Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Трачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске. Почти шесть из семнадцати миллионов российских семей неполны. Утрачивает интерес к ребенку только тот отдельно проживающий родитель, который контакта с ребенком не имеет. Что, если один из родителей отказывается давать деньги на содержание ребенка? Приступают периодически сообщения такого рода, что откажись от алиментов, а то ждет тебя неприятный сюрприз и так далее. Как добиться алиментов? Проблема в том, что людей находят, но у них нет имущества. В России на тысячу браков приходится 829 разводов и почти шесть из семнадцати миллионов российских семей неполные. Некоторые родители категорически отказываются содержать своих детей и всячески уклоняются от выплаты алиментов. Иногда задолженность достигает немыслимых размеров, а добиться каких-либо выплат не удается. В попытках решить проблему депутаты внесли изменения в законодательство, и теперь получить деньги на воспитание ребенка стало проще. Или это иллюзия? Спросим у Елены Богачевой и Ильи Сивалдаева. Илья Сивалдаев. Юрист-ювеналист Дома прав человека города Воронежа. Профессиональные интересы. Стратегическая защита прав социально незащищенных категорий граждан, в том числе в Конституционном суде Российской Федерации и Европейском суде по правам человека. Елена Богачева в адвокатуре 32 года представляет интересы граждан и юридических лиц в спорах по вопросам исполнения и расторжения договоров, а также в земельных, имущественных и наследственных спорах. Действительно ли в связи с теми изменениями, которые произошли в российском законодательстве, взыскать алименты со злостного неплательщика стало проще? И это действительно может помочь отцу-одиночке или матери-одиночке содержать своего ребенка достойно? На мой взгляд, эти новеллы не решают радикальную ситуацию для родителя, который воспитывает ребенка в одиночестве. Потому что все новеллы заключаются в том, что уклоняющегося от уплаты алиментов родителя можно в судебном порядке признавать безвестно отсутствующим. И после этого, после вступления решения в законную силу, если родитель не объявился, не объявился, если он не как родитель, а просто он не был найден, обнаружен, выявлен кем бы то ни было из должностных лиц, после этого можно обращаться в Пенсионный фонд России за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца. И по данным Пенсионного фонда России за 2017 год, размер страховой пенсии по утрате кормильца составлял 5 034 рубля в месяц. Ну, то есть это меньше прожиточного минимума, я так понимаю. Намного меньше. С 2018 года в России упростили порядок, по которому должников по алиментам можно признать безвестно отсутствующими. Теперь, если поиск неплательщика в течение года не увенчался успехом, и о нем нет сведений, можно через суд признать его безвестно отсутствующим. Это позволит его детям и людям, находящимся на иждивении, получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. В зависимости от того, имел ли кормилиц трудовой стаж, можно получить страховую или социальную пенсию. Первая назначается, если безвестно отсутствующий отработал хотя бы один день. В любом случае, пособие не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. И если размера пенсии для этого недостаточно, к ней прибавляется федеральная или региональная доплата. Например, в Воронежской области пенсия по утрате кормильца с доплатами составляет 8620 рублей. А в Москве – 11 816 рублей. Самая низкая выплата в Тамбовской области – 7 489 рублей. А наибольшее – в Чукотском автономном округе – 19 000 рублей. Для оформления пенсии по потере кормильца нужно обратиться в местный пенсионный фонд. Для того, чтобы был объявлен исполнительный розыск должника по алиментам, нужно, чтобы было возбуждено исполнительное производство и судебным приставом исполнителям после решения суда. Для этого нужно получить исполнительный лист, ну или выполняющий роль исполнительного листа судебный приказ о взыскании алиментов. Затем нужно, чтобы судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, произвел все доступные ему меры по розыску имущества должника. И только после этого объявляется исполнительный розыск, когда нет ни лица, ни какого-либо имущества или средства. Опять же, если пристав добросовестно подошел к своим обязанностям, но с другой стороны, Илья, правильно я понимаю, что по большому счету такая процедура-то существовала и раньше? И раньше можно было признать человека безвестно отсутствующим, и раньше можно было претендовать на пенсию. И почему тогда чиновники говорят, ах-ах-ах, какой подарок, смотрите, президент, Путин его же накануне 8 марта подписал. Да, 7 марта был подписан закон, он этот закон опоздал практически на 7 лет. То есть там с 1 января 2012 года от полиции приставом передали розыск уклоняющихся от уплаты алиментов, но в законодательстве о рассмотрении дела об известно отсутствующем в Гражданском профессиональном кодексе там норма осталась, что нужно получать информацию из полиции о том, что безнадежно в течение года никаких успехов по розыску не удалось достичь. Если почитать вообще пояснительную записку, то, что Госдума принимала, там говорится о том, что вот по данным статистики только порядка 4 тысяч вот лиц, которые числятся более года неразысканные судебными приставами, как правило, конечно, проблема в том, что людей находят, но у них нет имущества, нет денег, и взять нечего, и это вот более серьезная, более глаголбальная проблема, но вот для той 4 тысяч граждан, которые столкнулись с тем, что не могут разыскать, эта ситуация, она реально облегчает то, что не надо обращаться в полицию, достаточно обращаться, только общаться с судебными приставами. Ну да, но прежде чем общаться с судебными приставами, нужно опять же идти в суд, затевать вот всю историю, ждать, когда год будут разыскивать или не разыскивать. Нет, в суд они раньше уже обратились, да, то есть есть уже судебное решение или приказ судебный о взыскании алиментов, и уже возникла задолженность, да, алименты уже не платятся. Но мне все равно кажется, что намного проще-то не стало. Я вот хочу понять, чему все радуются? Дети действительно стали там получать деньги вовремя? Детей из вот 4 тысяч вот этих семей – это вот реальное облегчение. Для остальных это вот, что называется, возможность сделать так, чтобы в течение года не находили и признавать безвестно отсутствующим. И чтобы получать хоть какую-то копейку. И самое интересное, что вот если человек признают безвестно отсутствующим, то пенсия, если он после 18 лет еще и учится там на дневном отделении, то он может эту пенсию до 23 лет получать, а соответственно алименты только до 18 лет. То есть таким образом людям дали хороший инструмент вот получать хоть что-то, да, если предположить, что вот была семья, которая распалась, остались дети, один или два ребенка, отец или мать, кто там алименщики, не работают, перебиваются случайными заработками. Соответственно, никаких с них алиментов взять не получится, ну не говоря, или там 25 процентов, это и будут вот эти вот 5 тысяч, которые государство платит за утрату кормильца. И тогда включается вот эта процедура, так? Ну, Марьян, здесь есть нюанс, и он очень существенный. Ведь пенсию по случаю утраты кормильца выплачивается, пока человек, объявленный по суду безвестно отсутствующим, не объявился. Как только он объявляется и отменяет это судебное решение, потому что это ему может оказаться неудобным для каких-то своих целей, совершенно не связанных с уплатой алиментов, отпадает основания для выплаты пенсии по случаю потери кормильца. И ситуация с неуплатой алиментов возобновляется. А что может быть неудобно? Ну, кредит в банке не дадут или загранпаспорт? Ну, у меня был реальный случай, ко мне обратилась за консультацией женщина, которая решила 55 лет получить пенсию. И она пошла в пенсионный фонд, и пенсионный фонд сказал, что ваша дочь и ваша мать признавали вас безвестно отсутствующей, и мы платили в связи с вашим безвестным отсутствием пенсию по случаю потери кормильца. То есть женщина просто переехала в соседний район, а дочь жила с бабушкой, с матерью этой женщины. Ну, и она вроде как дочери помогала, и матери помогала. Ну, а те для того, чтобы получать доход, ее признали безвестно отсутствующей. И когда она уже пошла за своей пенсией, Да, ей сказали здрасте. Да, ей сказали здрасте, обратились в суд, взыскали с нее вот эту сумму незаконного обогащения, и, ну, что называется, в регрессном таком порядке стали с нее удерживать с ее уже пенсии. То есть государство-то себя... Возвращается ряда прав, связанных с осуществлением права на жилище, права на трудовую деятельность, потому что ему нужно возобновить какие-то... Всего как бы нет. ...документы, его как бы нет, да. Я еще могу пример привести. Ко мне мужчина обратился, который потерял паспорт. А вот пошел он, соответственно, там, подразделение полиции, ему говорят, а вас признали умершим. То есть вот после того, как признали безвестно отсутствующим, через пять лет еще можно умершим признать, что вы как бы умерли, у вас не существует. То есть нам пришлось обращаться в суд и будто отменять все эти решения о том, что его безвестно отсутствующим сначала признавали... Бывшая жена признавала его? Ну, там даже его соседи признавали. Это не связано с элементами. Ну, вот он там бросил какой-то там земельный участок, и соседи, чтобы завладеть этим земельным участком, решили его признать безвестно отсутствующим, умершим. Я признаю. То есть получается, что человеку все-таки выгоднее платить алименты, хоть какие-никакие, пусть самые маленькие, со самого скромного дохода. Ну, если уж говорить о том, что выгоднее неплательщику алиментов, да, с точки зрения экономической, то выгоднее ему не платить алименты. Потому что, по вашему счету, сделать с неплательщиком алиментов ничего нельзя. Ну, чисто гипотетически, Несмотря ни на какие законы. Вот наше законодательство, оно позволяет там изыскивать неустойку. Причем неустойка, она практически как в микрофинансовых организациях полпроцента за каждый день просрочки. То есть там огромные суммы набегают. Вопрос, как идти, откуда эти деньги взыскивать, из чего удерживать. То есть, когда там человек достигает пенсионного возраста, хотя бы с пенсии можно удерживать. Пока он еще до пенсии не дожил, соответственно, официальных доходов не имеет, имущества не имеет. Но его можно пугать там невыездом за границу, закрывает выезд за границу. Можно там ограничивать владение автотранспортным средством, пользоваться водительскими правами. Но если денег нет, их и нет. Да, что называется, там, сощипанного петуха и перронь возьмешь. Да, но бывают и вполне себе неощипанные, кстати, если птицы, высокого полета, которые тоже особенно-то не хотят выдавать деньги на содержание своих детей. Эта программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. За последние два года правительство приняло ряд поправок в закон о должниках по алиментам. В частности, о наказаниях за неуплату, процедуре признания родителя безвес на отсутствующем и размере выплат. Первый пункт коснется тех, у кого сумма долга по алиментам больше 10 тысяч рублей. Теперь приставы могут лишить такого неплательщика водительских прав. Исключение может быть сделано для инвалидов, а также для тех, кто зарабатывает с помощью транспортного средства, возит в учебные заведения несовершеннолетних детей или живет в труднодоступной местности. Права вернут только, когда долг будет погашен. Федеральная служба судебных приставов получает все больше полномочий. Теперь помогать ей будут банки-работодатели МВД. Первые могут отказывать в кредитах и блокировать любые финансовые операции неплательщика. Работодатель теперь вправе вычесть задолженность из зарплаты на основании исполнительного листа, если сумма долга не превышает 25 тысяч рублей. Также должнику могут закрыть выезд за границу. Не исключена и уголовная ответственность. За большой долг можно сесть в тюрьму на год. Теперь о признании родителя безвестно отсутствующим. С марта 2018 года для этого не нужно подавать заявление в полицию. Документы об исчезновении должника суд обязан принимать от приставов. Предварительно они ищут алюменщика в течение года по своим базам, а также с помощью социальных сетей. Если он не объявится, то детям назначают пособие по потере кормильца. Имущество должника может быть продано для покошения задолженности, а пропавший может быть выписан из жилой площади. Размеры выплат растут. За одного ребенка вычитают 25% месячной зарплаты, за двоих – 33% и 50% за троих. Для расчета выплат безработных или официально незарегистрированных граждан берут среднюю заработную плату по стране – 33 тысячи рублей. Сумма алиментов в таком случае в среднем составляет от 8 до 15 тысяч рублей. Окончательное решение принимает суд. Мне уже понятно, что эти поправки на самом деле большого облегчения не принесут. Но, с другой стороны, тогда давайте рассмотрим различные варианты. Вот жили 829 разводов на тысячу браков. Можно предположить, что хотя бы половина этих семей успела завести детей. Можно добровольно решить вопрос, да, когда люди просто договариваются, говорят, ну хорошо, вот я тебе буду такую-то сумму, все довольны, все в порядке. Можно еще подстраховаться и пойти к нотариусу заключить соглашение об оплате алиментов, чтобы если кто-то когда-то что-то передумает, было чем размахивать какой бумажкой. А бывает, что вот ни в какую, ну не хочет человек платить алименты. Что с ним делать и что с него взять? Обязанность платить алименты на содержание своего ребенка есть у каждого родителя, независимо от того, вынесено в отношении него судебное решение о взыскании алиментов или нет. Но когда имеется документ о том, что он обязан уплачивать деньги, они должны высказываться с доходов этого лица, если у лица этих доходов нет, он их не показывает, он их не декларирует, он не имеет в собственности имущества. Например, его имущество записано на его родственников или помощников, или он состоит в гражданском браке, в новом, да, то есть нерегистрированном браке, а все его имущество записано на незарегистрированную супругу, то у этого лица нет какого-либо имущества или доходов, на которые можно обратить взыскание для погашения задолженности по алиментам. И доказать, что он мошенничает невозможно? Ну вот доказать, что он прячет? Это очень сложно, при желании можно, у нас там даже целые детективы этим занимаются за отдельную плату. Ну вопрос в том, а что это дает? Ну вот доказать, что человек состоит в гражданском браке, имеет какой-либо бизнес, можно. Что из этого следует? Можно ли обратить взыскание на доходы от этого бизнеса, если их получает другое лицо? Я с этим не сталкивалась, потому что платильщиком алиментов является лицо, указанное в соответствующем документе. И взыскать алименты за счет имущества или доходов иного лица закон не позволяет. Закон позволяет наказывать такого человека, который не платит алименты. Административная ответственность, затем уголовная ответственность. Ему может быть независимо от привлечения к административному уголовному ответственности ограничен выезд за рубеж, он может быть ограничен в водительских правах, но это совершенно не дает никаких денег на воспитание ребенка. По мнению чиновников, риск уголовной ответственности – лучшая мотивация для неплательщиков алиментов. И судят много и часто. В 2017 году, например, в России за злостную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних были осуждены 40 235 человек. Оправдали троих. Иди сюда. Маленький ты, да? Среди немногих слов в запасе маленького Артема нет слова «папа». Впрочем, как и в жизни. Последний раз они виделись больше года назад. Однако в этой семье гораздо острее стоит не этический, а финансовый вопрос отцовского участия. Добиться выплаты алиментов удалось лишь через суд. Эти алименты, конечно, он платит по самому минимуму. Ну, две с половиной, три тысячи получается. При современных ценах и потребностях ребенка – это ничтожная сумма. Поступают периодически сообщения такого рода, что «откажись от алиментов, а то ждет тебя неприятный сюрприз» и так далее. Суд постановил. Бывший муж Анастасии обязан выплачивать на содержание сына 25% дохода. Однако трудоустроен он на самую низкооплачиваемую ставку. И девушка уверена, что большую часть заработка получает в конверте. Обеспечивать ребенка всем необходимым недешево. В месяц может понадобиться до 20 тысяч рублей. А по закону родители обязаны содержать ребенка в равной степени. Жили бы мы в Европе, наверное, этот закон работал бы полностью. И люди все-таки там имеют другое понимание ответственности. И не думают, что там много серых схем по зарплате. Сама девушка еще учится на очном отделении и не работает. Говорит, на государство сильно не рассчитывает. К счастью, помогают родители. Теперь Анастасия планирует добиваться выплаты прожиточного минимума на ребенка. В Томской области это около 11 тысяч. А это значит, что впереди еще не один судебный процесс. Если даже уголовная ответственность, как вы, Елена, сказали, не помогает получить деньги на содержание ребенка, как их все-таки получить? Ну, на мой взгляд, если смотреть в корень проблемы, то в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев, алименты не платит все-таки мужчина после развода. Потому что он хочет иметь не только нести, не только обязанности, он хочет иметь права. А в большинстве случаев мужчина в этих правах поражает. Его бывшая супруга, без всякого суда. Женщина, с которой остается ребенок, она считает, что ребенок – это ее собственность, она вправе воспитывать его сама, как хочет, чаще со своей мамой, реже с новым мужем. Но деньги будь любезен принести. И лицо, обязанное к уплате алиментов, оно хочет не только платить алименты на ребенка, в воспитании которого он не принимает участие, которого он зачастую не видит. Он хочет пользоваться своими правами, он хочет видеть, как ребенок развивается. В конце концов, давать ему что-то нематериальное. То есть каждой обязанности должно корреспондировать какое-то право, и это право должно быть реально реализуемым. А вот эти вот права отдельно прошивающего родителя на общение с ребенком, на участие в его воспитании, эти права номинальные стали уже давно. И они поэтому не платят. Но я по своей практике говорю, очень многие мужчины хотят какого-то паритетного участия в воспитании ребенка. Ну, а мне известны случаи, когда бывают другие ситуации, когда вот люди разошлись, и мужчина там, например, завел себе новую семью, и ему ребенок, он знает, у него есть ребенок, он ему не интересен, в принципе, алименты он не платит, потому что, ну, он решил, что все, он отрезанный ломоть. Он ушел, у него другая семья, вот, которую нужно содержать, и которой нужны деньги. А это там справится как-нибудь сама. С него можно что-то получить или тоже нельзя? Есть проблема в том, что есть вот минимальный размер оплаты труда, который, как правило, устанавливается работодателем, он платится там официально, а, что называется, свыше уже там начинают неофициально платить в конвертах. То есть это в том числе проблема экономическая. Не показывают реальные доходы. Да, реальные не декларируются, вот, можно их скрывать и не нести за это ответственность. Вот, то есть, с одной стороны, это уровень, что называется, семейно-правовой культуры, с другой стороны, это вот положение дела в государстве такое у нас. Но по-любому нужно обращаться в суд, если там нет договоренности, надо реально там удостоверить соглашение об уплате элементов, вот, а дальше уже там, получив это решение, там, или судебный приказ, получать исполнительный лист, если это решение, и дальше работать с судебными приставами, с другими всякими государственными органами, которые могут провести проверку того, что там работодателя и выявить, что там не только белая, но и черная зарплата платится. Многие работодатели тоже не любят, когда к ним там с лишними проверками приходят. Но они просто избавятся от этого алименщика, и все? Не, ну, бывает, что называются и ценные кадры, и с учетом того, что там значительная часть работников мужчины, вот, и значительная часть из них там должны платить элементы, зачастую приходится выбирать, или там все-таки повышать эту зарплату официально платить, либо... У меня другие немножко взгляды на эту проблему. Я считаю, что все равно первое дело – это общение. Это общение родителей и одного ребенка между собой. Общение до развода в процессе, ну, скажем, распада семьи, общение во время развода, общение после развода родителей. Потому что утрачивает интерес к ребенку только тот отдельно проживающий родитель, который контакта с ребенком не имеет. Но они имеют он контакта, как правило, по вине того из родителей, кто остался с ребенком. Будем прямо говорить. Мама препятствует папе, а чаще всего она препятствует ребенку общаться с папой. Ребенку плохо говорят о папе. Дома у ребенка не возникает интереса к папе. Папа – отрезанный ломоть для этой семьи. Матери так выстраивают отношения. Во всех случаях, с которыми я сталкивалась, где были споры о неуплате алиментов, о суммах уплаты, о порядке уплаты, неважно, по соглашению или по судебному приказу, все сводилось, в общем, именно к этому вопросу, что ребенок принадлежит матери. Его эмоции – это не его эмоции, это то, что ему сказала делать мама. Мама, бабушка, отчим. Но управы-то никакой нету на тех мам, которые препятствуют общению ребенка и папы. А пока не будет решен этот вопрос, будут люди уклоняться от уплаты алиментов. Понимаете? Не только мам и пап. Ну, в большинстве случаев препятствуют все-таки мамы. Понимаете, если бы мама знала, что за неисполнение решения суда об вообще представлении возможности общения ребенку и отцу, или без решения суда, за непредоставление этой возможности, она может быть понуждена к уплате алиментов, а ребенок может быть передан на проживание к отцу, ну, действия ее были бы другие. Я думаю, что это решило бы многие сложные, спорные ситуации с уплатой алиментов. Но каждая мама в нашей стране знает, что ничего с ней закон не сделает, даже если будет решение, обязывающее предоставить общение. То есть? Ну, не предоставляет общения, затем обращается в органы опеки, пишет, что на ребенка плохо психологически воздействует встреча с отцом, у ребенка стресс, ребенок плачет. Ну, и пишут отцу, органы опеки, уполномоченный по правам ребенка может написать, я сама видела такое письмо написанное, что, к сожалению, в связи с тем, что у ребенка стресс после общения с папой, нецелесообразно общаться. Есть закон, который говорит о том, что это жестко право родителя общаться с ребенком и ребенка общаться с родителем. А есть органы опеки, уполномоченный по правам детей, которые говорят, нецелесообразно общаться. Все, мама вот с этой бумагой наперевес, говорит, плати, а видеть ребенка ты не будешь. Ну, кто будет платить? Ну, тот, кто вынужден ждеться, когда некуда. Вот минимизировать свою зарплату, чтобы платить меньше. Одна сторона не имеет средств, а вторая имеет средства. И как вы думаете, какая сторона выиграет? Какая? Которая имеет средства. Статья 19. Все равны перед законом и судом. Очень бы хотелось, чтобы все были равны перед законом. Я бы сказала, не все. Происходит по-разному. Не всегда все решается по справедливости, но... Если человек украдет два мешка картошки, его посадят лет на пять. Сто процентов. Разное социальное положение. Так у нас, получается, чем больше суровал, тем меньше отсидел. Не каждому, наверное, все-таки это дано. Не столько много денег, наверное, у людей, которые могут себе это позволить. Сейчас ничего нельзя с этим делать в России. Правосудие у нас нечестно, несправедливо. Все лживы. Если бы я была лично на месте судей, я бы, наверное, все же старалась придерживаться именно этой позиции за равенство перед судом. Они же, скажем так, в суде и не бывают. Ну, видно, кого-то посадили, что совсем уже безбашенно воруют. Посидят и выйдут. Ничего им не будет. Потому что вот у них есть деньги, и они могут откупиться. А, ну, наверное, это у нас такие суды. У нас слишком большая прослойка между богатым и средним классом. Хотелось бы, чтобы было иначе, конечно. Хотелось бы в идеале, чтобы это было. Я не верю, что все равны перед законом в нашем государстве, перед судом. Если заплатят, судье принесут или прокурору хороший портфель набитый, понятное дело, то он думает о своих детях, о своих потомках, чтобы вот как-то вот... А не о честности по отношению к другим. Это программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Есть зарегистрированные браки, зарегистрированные дети. Есть в незарегистрированных браках тоже дети. Тогда отец получает свидетельство об отцовстве. В общем, у него появляются какие-то и права, и обязанности. Но существует масса семей, где женщины живут с ребенком, отец которого никак документально не зафиксирован, никак не подтвержден. В случае, если вдруг этот отец... Ну вот, например, он помогал, помогал, помогал семье, а потом раз и перестал помогать. Куда-то пропал. Можно с такого отца требовать элемент, как взыскивать? Вот здесь каков будет порядок? Ну тут надо обращаться в суд и устанавливать отцов в судебном порядке. Вот, как правило, экспертиза там показывает, что отец является... А его могут обязать отца? Ну... Сдать биоматериал на экспертизу? Исходит из того, что если человек отказался от экспертизы, то он фактически признал этот факт. Вот, конечно, помимо экспертизы крови и прочих там моментов. Роль играет доказательства, связанные там с совместным проживанием, заботой. Хорошо, а если он не заботился, он сделал ребенка и пропал? По-разному бывает. Ко мне в массовом порядке приходили матери-одиночки, когда там они пропадали, и как раз их признавали умершими, чтобы как раз получать вот эту пенсию по потере кормильца. Знаете, вот эта ведь опять проблема, она должна быть проблемой общества, а не отдельной матери. Когда отец не зарегистрирован по документам в качестве отца, мать должна принимать меры к тому, чтобы он был зарегистрирован гораздо раньше, чем возник конфликт. Она должна думать о том, что если с ней что-то случится, дети могут попасть в детский дом. Да, такие случаи известны. Очень тяжелые случаи. Затем бывают случаи, когда мать умирает при вторых родах. Возникают вопросы также с наследством, ведь это лицо не является... Да, но слушайте, у нас сейчас люди живут достаточно свободной жизнью. И что, каждый раз перед, не знаю, совершением полового акта сначала обсуждать, а что будем делать, если родится ребенок? Как вы это себе представляете? Я вообще-то вот так хорошо бы представляла это, потому что люди должны нести ответственность за свои поступки, и в том числе за поступки, связанные с появлением детей в будущем. Все, конечно, идет из семьи. То есть там как вот сложилось, что там отец не платил элементы, да, и уже там дети в этой семье, они модель это воспринимают. Они считают, что это нормально. Да, они считают это нормально, и это воспроизводится уже в следующих поколениях. Но, с другой стороны, бывает и куча ситуаций, когда отец исправно платит алименты, но все равно не видит ребенка и видеть его не хочет. Бывают ситуации, когда мать доносит до ребенка ту информацию, которая ей выгодна, удобна, или которая соответствует ее взглядам. А ребенок, на мой взгляд, воспитывающийся в неполной семье, вообще не должен знать, платит его отец алименты или нет. Кстати, папа имеет право требовать отчета от бывшей супруги о том, как она потратила деньги, перечисленные им на содержание ребенка? Он может говорить, что я тебе... Но с ним законодательство не предусматривает такого отчета. Когда какие-то вопиющие ситуации есть, когда ребенок, что называется, не хочет жить с одним родителем, а хочет жить с другим родителем, уже при определении места жить этого ребенка в суде начинают выяснять, правильно ли мама или папа тратят алименты, и не лучше ли ребенку жить у другого родителя. То есть это может иметь значение, но напрямую семейное законодательство не обязывает отчитываться родителям, получающим алименты, куда они эти деньги тратят. Более того, есть судебная практика, которая говорит о том, что деньги алиментные поступают в семью, и семья расходует их по своему усмотрению, потому что там семья. Они поступают на содержание ребенка, на имя матери, и мать определяет, как именно ей распорядиться наилучшим образом. И даже если деньги остаются... Прикупить себе брак лишко. Значит, смотрите, есть более сложная, скажем, для восприятия ситуация правовая, когда деньги, поступающие в счет уплаты алиментов, аккумулируются на счете, мать состоит в новом браке, и при расторжении этого нового брака тот новый супруг пытается поделить деньги с аккумулированные на счете и состоящие только из алиментных выплат. И у нас есть судебные решения, где суд приходит к следующему выводу, что эти деньги подлежат разделу между матерью ребенка и новым супругом, потому что они были сэкономлены за счет того, или они саккумулированы за счет того, что на содержание ребенка тратились деньги семьи общей мамы и нового мужа. Здесь есть элемент справедливости, но есть и элемент для восприятия неудобоваримый. И вот еще расскажу случай из практики, когда не туда тратились, ну, не совсем деньги, поступающие от уплаты алиментов, но все же, мне кажется, случай интересный. Отдельно проживающий папа не только выплачивал алименты, но и передавал ребенку вещи, одежду, рюкзаки школьные, хорошие вещи. Ему было бы приятно знать, что его сын, которого он, к сожалению, не видел, потому что мама была такая устраивная, ну, ему приятно знать, что его сын носит вот эти вот вещи, что ему говорят, это от папы подарки. Мама состояла уже в новом браке, и ее новый муж сам был плательщиком алиментов на своего мальчика. Да, своего. Но новый муж не работал. И выяснилось, что получаемые вещи для ребенка, они передавались в ту семью, где был вот... Куда не платились алименты. Да, куда не платились алименты. То есть ребенок, для которого покупались, приобретались там эти вещи, передавались, он этих вещей никогда не видел, они сразу уходили транзитом. Платильщик алиментов, отец обратился в суд за изменением порядка выплат. По судебному решению, значит, было постановлено, что 50% направляемых в счет алиментов средств направляются на счет мамы, а 50% алиментных средств направляются на счет открытой на имя ребенка. Вот это максимум, что смог предложить суд. Ну, с другой стороны, вот вещи, которые фактически дарились, они рассматриваются как подарок, и они, если подарены ребенку, то можно попытаться там их отсудить, что называется, обратно. Конечно, вот в этих случаях лучше, если будет соглашение там об уплате алиментов, и там будет все расписано. Договориться о способе и размере уплаты средств на содержание детей родители могут и без судебного вмешательства. Наилучшим вариантом юристы считают заключение соглашения о выплате алиментов. Когда можно заключать соглашение об уплате алиментов? В нотариальной конторе это возможно только в том случае, если обе стороны согласны с тем, что размер алимента будет такой-то, что выплачивается будет такими-то суммами к такому-то числу и так далее, и тому подобное. Что можно включить в соглашение об алиментах, а чего там быть не должно? Можно предусмотреть, что передача какой-то недвижимости вместо какой-то жесткой суммы или каких-то процентов от дохода. Но нельзя говорить, что вот я тебе плачу на содержание ребенка такую-то сумму, но ты должна потратить таким-то образом, потому что вот это обязательство поддерживать детей до 18 лет, это лежит на обоих супругах, и поэтому это такое обширное понятие, которое, ну вот, разделить его невозможно. Соглашение подписано. Что дальше? Как только я его нотариально удостоверяю, он носит силу уже исполнительного документа. Если не выполняется, другая сторона относит этот исполнительный документ к судебным приставам, и они взыскивают. Причем даже если в соглашении не указаны какие-то штрафные санкции, все равно по всемирному кодексу существует неустойка, где-то 0,1% от неуплаты за каждый день. В каких случаях соглашение об алиментах может быть признано недействительным или утратившим силу? Если он, это соглашение удостоверено ненотариально простой письменной форме, все это недействительно. А если потерящее алименты умер, или когда ребенок достиг 18 лет. Если судом будет установлено, что я действовал в интересах какой-то одной страны, то есть ущемил права другой страны, в любом случае я также отвечаю всем своим имуществом и страховой суммой, на которой я застрахован. Пришли к нотариусу, нотариально оформили это соглашение, там говорили о фиксированной сумме, о процентах, еще каких-то вещах. И вот оно существует. Но потом вдруг меняются обстоятельства. Или человек, несмотря на наличие этого соглашения, отказывается алименты платить. Что тогда? Тогда они идут в суд. И суды практически всегда отказывают в изменении алиментного соглашения или в расторжении алиментного соглашения, насколько бы ни были тяжелы условия. Суд исследует ведь не вопрос того, есть ли из чего платить сейчас алименты, которые обозначены в соглашении. А суд исследует вопрос о том, насколько изменилось материальное положение платежика алиментов. Если у него был теневой бизнес на момент заключения соглашения, то у него сейчас, когда он вышел из тени, положение стало лучше. У него раньше по декларации в налоговой инспекции вообще не было никаких доходов. А сейчас они у него появились, зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Такое положение его не ухудшилось. А улучшилось. А улучшилось. Вот и плати алименты, как договорился. Вот. И вот поэтому очень страшное оружие для обеих сторон это алиментное соглашение нотариальное. Очень страшное. Очень страшное в смысле? В смысле того, что непонятно, во что это выльется дальше. Платилищик алиментов может стать удачливым бизнесменом, специалистом высокооплачиваемым. И тогда соглашение об уплате алиментов будет невыгодным для получателя алиментов. Понимаете, там может быть сумма намного меньше, чем причиталось бы по закону. Это с одной стороны. А с другой стороны платищик алиментов может подписаться под ту сумму, которая ему в дальнейшем будет не по силам для выплаты из текущих доходов. Если человеку, что называется, нечего скрывать и он честен по отношению к своим детям, то проблем не должно быть. Но как альтернатива есть еще взыскание в твердой денежной сумме алиментов. То есть, если, опять же, доход нестабильный, или в натуральной форме взыскивается, или человек за границу уезжает, или еще что-то... Это как картошкой, что ли? Нет. То есть, не в процентном отношении к заработку, а в определенной денежной сумме. Или имуществом. Или имуществом определенным. Эти суммы, они фактически автоматически стали индексироваться с учетом роста прожиточного минимума. В каждом регионе причем. Вот. конечно, суды не очень любят во все эти нюансы вникать и взыскивать в твердой денежной сумме. Но такая практика тоже есть. И стороны уже знают, какую сумму. Если эта фиксированная сумма зафиксирована, простите за тавтологию, в соглашении об элементах нотариально заверенном, то все. Если ты захочешь ее повысить, а другой человек категорически против, ничего ты не сделаешь. А если это было в судебном решении, можно, например, в самом судебном решении прописать или в соглашении об элементах прописать, что раз в такой-то период времени эта сумма, если она фиксирована и увеличивается на такой-то процент, размер. В элементном соглашении можно установить любые условия, которые не противоречат закону. Поскольку индексация выплачиваемых сумм закона не противоречит, так же, как и пение, начисляемое на просроченное к выплате алименты, то алиментное соглашение может все это вынести. А в решении заявить выиски... А ты законам предусмотрена индексация, вот если говорить о твердой денежной сумме... там в ноябре 17-го года эти изменения, то, что автоматически индексация должна проводиться, в том числе бухгалтерам по месту работы. Я хочу отрезюмировать все уже сказанное сегодня. То есть, на самом деле, выводы-то неутешительные. Получается, в принципе, что если людям не удалось по-хорошему договориться и сохранить хорошие отношения после расставания, то никак невозможно будет взыскать невыплаченные алименты с человека, который их платить не хочет. Он или спрячет имущество, или перепишет его на кого-то другого. То есть, денег он этих не отдаст. И государство здесь никак не поможет в крайнем случае посадит его на год в колонию. Знаете, что? Если человек маргинал, то его ничего не испугает. Не платил и может не платить. Ну, может со всеми теми оговорками. А вообще, в большинстве случаев люди, конечно, не хотят быть пораженными в правах. В абсолютно большинстве случаев люди любят своих детей. И они не хотят платить алименты, как я уже говорила. Жены. Да, только потому, что они взамен не получают возможности даже нормального общения с ребенком. Ну, а те, кто хотят просто платить, платить поменьше, но не быть пораженными в правах, они, как правило, успевают заскочить в последний вагон и не доходят ни до лишения водительских прав, ни до лишения родительских прав. Ну, а маргиналы, что, им, видимо, безразличны. Я думаю, что по-разному бывает. Каждая ситуация индивидуальна. Недавно была новость, что кто-то 100 тысяч алиментов заплатил, чтобы поехать на чемпионат мира по хоккей в Данию. Если поставить цель, то можно добиться взыскания алиментов, но, конечно, надо пытаться договариваться и действовать так, чтобы это было прежде всего в интересах ребенка, на который платятся алименты. Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения или публикуйте в соцсетях с хэштегом «Передайте Путину» и мы покажем их в эфире. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается Тамбов. Мы все жители микрорайона Майский. Две трети из нас многодетные, которые получили землю здесь еще в 2012 году. Но у всех остальных тоже есть маленькие дети, которые ходят в сад, школу, нуждаются в медицинской помощи и имеют право на комфортную среду проживания. Всего нас более двух тысяч семей. Самая главная проблема нашего микрорайона – отсутствие дорог. Вместо них одни направления. Ни одна из 45 улиц не имеет даже щебеночного покрытия. Микрорайон очень большой – 364 гектара, поэтому от некоторых участков до асфальтированной дороги почти 2 километра по грунтовке. Но даже по ней не проходит ни одного автобусного маршрута. До ближайшей остановки общественного транспорта нужно еще идти километра полтора. Весной и осенью дорога до дома превращается в настоящую полосу препятствий. Наверняка вы знаете, что такое тамбовские черноземы. Как в таких условиях везти ребенка в сад? Как идти в школу? Как проехать скорой помощи пожарным? Зимой ситуация не лучше. Дороги не чистятся, потому что официально их попросту нет. Улицы естественно тоже не освещаются. По сути микрорайон полностью отрезан от цивилизацией. Мы неоднократно обращались к региональным властям за помощью. Написали десятки сотни писем. Ходили на прием к главе района вице-губернатору. Ответ всегда один. Денег нет? Ждите. Надежда только на помощь из федерального бюджета. Но скажите сколько можно ждать? В этом году нам обещали защебинить несколько улиц. Но позже выяснилось, что и этому сбыться не суждено. Владимир Владимирович, от всех жителей нашего микрорайона, а нас тут более двух тысяч семей, мы просим вас оказать содействие и помощь в финансировании дорог в Майском. Пожалуйста, услышьте нам. Дальше нам идти некуда. Нам нужны дороги! Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет» о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождение по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала настоящее время. Мне всегда все говорят, что у меня такие большие глаза, поэтому я рисовала все большие глаза. Это было довольно-таки очень странно смотрелось, потому что круглое лицо, большие глаза и прям как настоящая мультяшка. Джанета Базарова хрустальный ребенок. Так называют людей с редким заболеванием, несовершенным остеогенезом. В России их чуть больше 500 человек. Людей с несовершенным остеогенезом очень легко определить по внешности. У них большие глаза, они маленькие. Сложно бывает определить возраст. Из-за роста голосок тоненький обычно. У хрустальных людей очень хрупкие кости. При тяжелой форме заболевания они могут сломаться даже под тяжестью одеяла. У Джанеты пятый тип. Один из самых редких. Я редко ломаюсь, но у меня очень часто растут псевдосорковы. Если в костях какая-нибудь маленькая микротрещина, то она сразу же перерастает в костное образование, в мозоль. У меня получается по всему телу практически растут эти образования как грибы, наверное. Они мешают. Из-за этого у меня ограничивается движение. В России есть лишь одна платная клиника, где занимаются этим заболеванием. Чтобы поддерживать количество коллагена в костях, Джанет нужно регулярно ставить дорогостоящую капельницу. Сегодня ее оплачивает благотворительный фонд созидания. У нас есть четыре основных направления. Это образование, медицина, помощь сиротским домам, престарелым и так далее. Еще одна программа это вещевая помощь в регионы семьям, которые остались в трудном тяжелом положении. Что касается медицины, например, в основном это дети с редкими заболеваниями, срочные дети, которые нуждаются в помощи. Созидание помогает как детям, так и взрослым. Средства собирают за счет пожертвований и взносов на мероприятия. Так в феврале прошел кулинарный поединок и книжная ярмарка. Мы не вывешиваем больных детей и говорим, если вы завтра-завтра не поможете, то все, мы больше не сможем этому ребенку никогда помочь. Мы стараемся лучше провести хорошее мероприятие, чтобы человек ушел с отличным настроением, с добрым сердцем и с чувством о том, что он вот таким образом поучаствовал в помощи. Одно из направлений работы фонда образование. Созидание присылает в сельские библиотеки книги и канцелярские товары. Также есть стипендиальная программа для школьников и студентов, которые учатся на отлично и нуждаются в материальной поддержке. Один из бывших стипендиатов фонда выпускник ГИТИСа театровед Егор Сидорюк. Работаю я в театре школы современной пьесы. Вообще художественный руководитель этого театра Иосиф Райхельгаус был автором идеи того, что мне стоит поступить в ГИТИС, что у меня есть, скажем, определенный угол зрения, который в театре может пригодиться. У Егора детский церебральный паралич. Созидание также помогало ему по медицинской программе. Когда мальчику было 12 лет, врачи из Германии предложили ему сделать операцию. Была большая вероятность, что после нее Егор сможет ходить. Нужна была лишь справка из московской больницы. Врачи должны были одобрить дорогостоящую операцию, а государство выделить необходимые средства. Получилось, что они написали нам такое заключение, что Егор вообще не нуждается в оперативном лечении. И нам посыпались это всюду отказы. Случайно Егор вышел на фонд созидание, где ему собрали деньги на необходимое лечение. У них отношение человеческое. Это понятно с нашей бюрократией, что иногда ты просто не можешь найти нужную справку, которую тебя просят. Просто потому, что палки в колеса ставят медики. Сегодня Егор сам взял под опеку девочку по стипендиальной программе «5 с плюсом» и выплачивает ей ежемесячное пособие. Я, конечно, мечтаю о создании семьи, о детях. Но я себе говорю, что пока это не реализовалось, я могу позволить себе заботиться о ком-то вот таким способом. И это очень здорово. Это меня очень поддерживает. Благотворительный фонд созидания помогает людям с 2001 года. Сборы организации в 2017 году 162 миллиона рублей. Из них 80 миллионов денежные средства, 82 миллиона материальной ценности. Источники финансирования пожертвования частных лиц, проведение мероприятий, поддержка от корпоративных доноров, президентский грант на проект «Читающая Россия». Главное направление работы медицинская помощь, оплата операций, лечения, лекарств и реабилитации, образование, вещевая помощь семьям, поддержка сиротских учреждений, домов престарелых и инвалидов. В 2017 году фонд принял более 3000 обращений, 460 человек получило медицинскую помощь, 3420 подопечных семей необходимые вещи, 420 библиотек получили посылки с книгами, настольными играми и констоварами. Фонд помог 47 учреждениям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok